Всем привет, ребят! Меня зовут Хантер Валик. Сегодня я решил записать небольшой видео урок по игре Garry's Mod для тех людей, которые хотят научиться строить быстро, красиво, но и без особых на то усилий. Для начала я хотел бы сказать, что нам для игры понадобится несколько определенных инструментов, которые можно скачать из окна дополнения в главном меню. Ну, сначала нажимаем окно дополнения, выбираем инструменты и желательно сразу же нажимаем лучшие. Ну, пока прогружается список. Хотел бы сказать, что это вполне важно, потому что лично я, как строитель, всегда пользуюсь только определенными аддонами, которые не входят изначально в Garry's Mod. Для начала давайте скачаем определенные инструменты, такие как Stacker S-Tool. После стакера скачайте аддон Official Precision Tool, Advanced Duplicator, More Materials и Smart Snap. Сейчас пару минут я посмотрю, если понадобится что-нибудь еще для этого. По желанию можно скачать вводительный Doors, если у вас нет. Это прекрасный инструмент, но сегодня я не буду его обсуждать. И отличным инструментом является Unbreakable Tool. Скачаем его. Ну и напоследок скачаем Smart Remover Tool. После того, как все аддоны загрузились, я советую вам перезагрузить Garry's Mod. Ну и начать игру заново. И значит, так, для начала давайте посмотрим управление так называемым физганом. Это оружие, с помощью которого осуществляются основные действия в игре Garry's Mod. Такие как поднимание пропов. Кстати, вот эти вещи, любые вещи в Garry's Mod, которые не выполняют особых ту функции, называются пропами. Так вот. Физганом можно поднимать пропы, поворачивать пропы, отдалять и приближать. Как это делать? Ну, на самом деле, все легко. Выбираем физган. Я обычно три раза заклацаю единицу. Зажимаем левую кнопку мыши, прицелившись на проб. Поднимаем его вверх. Чтобы отдалить и приблизить проб, просто и легко дергаем колесиком, если он у вас есть. Так, ну, пейджа-пейдждаун вроде не работает, по идее. Ну да. Плюс-минус. Дальше идет функция, давайте обсудим поворот. Чтобы поднять, и... Сначала нужно поднять проб. И чтобы повернуть, нужно зажать кнопку Е. Ну, на русском языке это буква У. Русская. Поэтому, зажимаем Е. И точнее. И вертим мышкой. Вправо-влево. Вверх-вниз. В зависимости от поворота мыши, оно будет изменять направление поворота. Ну, поднимать проб мы уже научились. Но это еще не совсем все. Немногие в Гарисмоде, точнее знают многие, но не все знают о том, что пробу в Гарисмоде можно поворачивать не просто с помощью Е. А если еще зажать кнопку Спринта, Shift, то проб будет поворачиваться ровно по 90 градусов. И это одно из самых важных значений, одно из самых важных вещей в Гарисмоде для строителя. Потому что перед тем, как построить что-то, нужно сделать так, чтобы проб стоял максимально перпендикулярно земле. Ну, или же параллельно, если вам так хочется. В зависимости от того, как вы собрались строить. Всегда перед тем, как начинать строить, пытайтесь поднять проб в воздух, если он лежит как-то неправильно. Зажать Shift-E. И повернуть его так, как вы хотите, чтобы он выглядел лучше. Например, если я хочу, чтобы здесь была какая-либо конструкция из холодильника. И в итоге он должен стоять, ну, примерно вот так вот, да. Давайте я поставим его сначала вот так. Ну, и сзади вот такая вещь. То сначала я создаю холодильник и такую вещь, такую решетку. Если они лежат неправильно, или не в ту сторону. Я обычно поворачиваю этот предмет в том направлении, в котором я его поставлю в будущее. И ставлю его абсолютно ровно. Поднимаем предмет вверх. Зажимаем E, зажимаем Shift и мышку вниз. После этого нам нужно заморозить проб во времени, чтобы он, скажем так, не двигался и сохранял его позицию основную. При этом проб абсолютно не будет поддаваться никаким физическим действиям. То есть, если мы хоть будем прыгать по нему, стрелять по нему, ну, хотя не всегда. Для этого у нас есть один инструмент, который мы обсудим потом. Стрелять по нему, поджигать. Обычно с этим предметом ничего не случится и не изменится. Ну да ладно. К тому же есть действия, кроме заморозки, которые заморозят, вот как я говорил, во времени, в пространстве. Можно разморозить проб. Для этого просто или нажмите один раз физганом по предмету. Или же, подняв его в гору, нажимаем R два раза быстро. Но, учтите, если вы нажимаете быстро R два раза на конструкцию, то случается разморозка не одного копа, а всех абсолютно, которые присутствуют на карте от вашего имени. Ну и, кстати, не только от вашего. А если вы хотите разморозить... Кстати, я вот, извините, не помню, честно, что случится, если нажать просто R. Давайте попробуем. Я выбираю проб. Если вы выберете физганом проб, который каким-то способом связан с другим пробом, например, вот диван, кусочек лампы, и они между друг другом сварены, да? Если вы разморозите один из проб, он будет разморожен, но при этом остальные сохраняют ту же позицию. И с этим пробом в основном ничего не случится, если он сварен. Если мы хотим разморозить всю конструкцию, мы выбираем один из проб и нажимаем один раз R. При этом все размораживается.